Здравствуйте! Вы смотрите «Область культуры» – программу о самых интересных культурных событиях при Амуре. В студии Владис Дедонис. Амурские музеи присоединились ко всероссийской акции «Ночь музеев-2021». В этом году мероприятие приурочили к Году науки и технологий и первому полету человека в космос. Вечернюю программу подготовили на четырех площадках областной столицы. В Краеведческом музее прошел квест, участники которого могли побывать в разных временных эпохах. Для посетителей дома Саяпина проводили химические опыты, викторины и экскурсии. Чем удивляли амурчан в доме Котельникова, расскажем далее. Дом Котельникова впервые участвует в акции «Ночь музеев-офлайн». В программе – мастер-класс воспитанников школы русского балета. Юные балерины представили часть итоговой программы «Заветное желание». А также у нас предусмотрены иммерсивные экскурсии, то есть экскурсии с погружением в быт и атмосферу эпохи купеческого быта конца XIX – начала XX века. И так как у нас экспозиция состоит из трех основных залов, то в каждом зале будет проведена интересная интерактивная программа, посвященная именно той тематике, в которой представлены экспонаты этого зала. Посетителям рассказали о купеческом этикете и показали, как состоятельные люди в дореволюционной России принимали и подчевали гостей. Здесь также можно было увидеть всеобщий календарь 1883 года. Книгу, возможно, держал в руках сам Иннокентий Котельников. В ней собраны рассказы о необычных изобретениях, например, об американском одноколесном велосипеде. В данной книге очень много разделов. Есть такой раздел, как финансы и коммерция. Есть педагогический раздел, где печаталась информация в учебных заведениях. Есть технический раздел, как раз о котором и пойдет сегодня речь. В женской гостиной организовали чтение по ролям и викторину по уникальной детской энциклопедии. В книге девочка Люба задает вопросы дедушке на любые темы. Обитаем ли луна? От чего идет снег? Почему не каждый день бывает елка? Эта детская энциклопедия 1914 года была издана еще до революции. И называется она «От чего? От того». От детских энциклопедий, которые мы сейчас видим на полках в магазинах, книга того времени, она отличается тем, что она написана в очень интересной манере. Дело в том, что она не просто сухим научным языком написана, а живым, где-то, можно сказать, детским языком. Любители живописи могли побывать на творческой встрече с Еленой Демченко, членом Союза художников России. А вечером можно было посетить веранду старинного здания. Любоваться видами предлагали подсоветскую музыку, записанную на виниловые пластинки. Нелли Козлова, Владимир Долгушин, Амурское областное телевидение. Поступить в ГИТИС, не выходя из дома. В Преамурье провели предварительные онлайн-прослушивания в театральный вуз страны. Принять в них участие могли жители любого населенного пункта области от 15 лет до 21 года. Такая программа отбора действует уже второй год. Лучшие будут рекомендованы для поступления в ГИТИС. Участие в проекте бесплатное. Однажды волк поймал косого, прижал его покрепче и спросил, «Ты мнение обо мне какого?» И заяц так злодея расхвалил, что тот едва не проронил слезу. Так значит, я пригоже всех в лесу. О да, о да, о да. Анна Конюх второй раз участвует в театральных прослушиваниях. В прошлом году читала басню амурского автора Николая Фотиева. Поступить в ГИТИС планировали семь амурчан. В этом году конкурентов больше. Участники должны представить стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальные и танцевальные номера. Прослушивание длится 10 минут. Абитуриенты выступали перед педагогом кафедры актерского мастерства вуза Алексеем Калининым. «У нас есть надежда, что ГИТИС не оставит свои планы и для следующего года тоже организует дистанционное прослушивание. Потому что для наших расстояний, когда нужно платить за перелет, проживание, пройдешь, то не пройдешь первый тур. То есть это очень много значит. Там очень большой отсев, там от 200 до 900 человек на место вообще идет». Жители и гости Благовещенска смогут больше узнать о достопримечательностях областной столицы. Городской дом культуры выиграл муниципальный грант на реализацию проекта «Благовещенск в твоем смартфоне». В доме ремесел приступили к разработке специальной карты. На ней указали места, которые будет интересно посетить. Карту и набор открыток можно будет приобрести на набережной рядом с Триумфальной аркой. Электронный вариант, аудиогиды и исторические справки будут доступны на сайте городского дома культуры. «Решили подвязать именно карты города Благовещенска к QR-кодам. Выбрали 10 объектов города, на которые будет нанесен QR-код. Также будут сделаны открытки, потому что они пользуются большим спросом у горожан». При считывании QR-кода в телефоне появится информация о достопримечательностях. Например, легенда о привидении в здании городского дома культуры и рассказ о том, почему на дебаркадере указан исторически неправильный номер. QR-коды появятся на Триумфальной арке, флагштоке, ротонде, пограничной вышке, площади Победы и в других наиболее значимых местах. В Амурском областном краеведческом музее открыли передвижную выставку, посвященную ученому физику и общественному деятелю Андрею Сахарову. За деятельность по защите прав человека он получил Нобелевскую премию мира. Экспозиция рассказывает о жизни и работе ученого. Посетить выставку в Благовещенске можно до 21 июня. Выставку, которую посвятили столетию со дня рождения известного ученого, назвали Андрей Дмитриевич Сахаров «Человек эпохи». Экспозиция построена по хронологическому принципу – охватывает всю жизнь Сахарова, показывая главные аспекты его деятельности и основные события биографии. На выставке представлены фотографии и документы из фондов архива и коллекций нескольких отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний. Посетители смогут узнать о детстве учебе Андрея Сахарова, о том, как он работал над созданием водородной бомбы и боролся против политического режима. Эта выставка подготовлена архивом Сахарова, куда были переданы большая часть женой Андрея Дмитриевича, его документов, рабочих тетрадей, дневников. Но на этой выставке использовались не только из архива Сахара документы, но и собраны фотографии, документы из различных других архивов. Это и библиотеки, и частные коллекции, и какие-то научные институты. Произведения Гёте, Шиллера, Гёссе и других немецких классиков в оригинале прочитали студенты факультета иностранных языков БГПУ. На чердаке Амурского краеведческого музея провели фестиваль немецко-русской поэзии «Стихи на крыше». Почетным гостем стал вице-чемпион России по чтению вслух Алексей Воскобойников. Мероприятие приурочено к Году Германии в России. Подробнее о фестивале Нелли Козлова. Татьяна Корчагина прочитала стихотворение Иоганна Гёте. Оно о цветке, который находит лирический герой и не срывает, чтобы не губить красоту, а выкапывает с корнями и приносит в свой сад. Студентка считает, что эти строки звучат особенно трогательно и эмоционально. С удовольствием мы отозвались на это мероприятие, чтобы поучаствовать, чтобы прочитать немецкие стихи, немецкую поэзию, потому что, как для меня, немецкая поэзия – это музыка для ушей. Я очень люблю немецкий язык, как и все мы, поэтому это замечательное мероприятие, которое мы решили посетить. Студенты читали классические произведения из школьной программы. Для гостей, не владеющих немецким языком, звучали переводы российских классиков – Михаила Лермонтова и Василия Жуковского. Помимо литературной классики, представили песню современных музыкантов из Германии. Гостям встречи рассказали и об истории старинного здания, в котором провели фестиваль. Наш музей тесно связан с Германией тем, что здесь изначально в этом здании находился универсальный магазин торгового дома «Кунста Альберс», основанный двумя предпринимателями из Гамбурга, которые познакомились в Шанхае, Густавом Кунстом и Густавом Альберсом. Нелли Козлова, Константин Волков, Амурское областное телевидение. И на этом все. Смотрите «Область культуры» на Амурском областном телевидении. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok